Самый престижный район столицы — так называемое Дворянское гнездо. Вокруг посольство — один из некогда самых красивых домов улицы Вилландес. Сейчас в целях безопасности мимо него ходить не рекомендуется. Этот дом стоит много лет без крыши, без перекрытий. И состояние балконов — это состояние абсолютно неудовлетворительное. В комиссии Рижской думы по строениям, деградирующим окружающую среду, судьбу этого дома обсуждают чуть ли не каждую неделю. Штрафы растут. Владелец дом пока в порядок не приводит. С 1 марта вступили в силу изменения в законе о административном процессе. А с 25 ноября действуют соответствующие правила Рижской думы. Теперь город может накладывать на владельцев домов большие штрафы — 5 тысяч евро в неделю для физических и 10 тысяч — для юридических лиц. Мы их начали штрафовать, чтобы дойти до этого штрафа, максимального до 10 тысяч, нужно пройти серию маленьких штрафов. А это старая Рига — место, исхоженное туристами. Среди образцов древней архитектуры недалеко от Ратушной площади развалено. У этого дома на улице Пейтовас пять хозяев — два юридических и три физических лица. Здание признали аварийным ещё в 2012 году. В двух квартирах по-прежнему живут и считают дом безопасным. Жилая часть дома не является аварийной. Проект реконструкции давно готов. Но не все владельцы с ним согласны. Хозяева квартир не против свою жилплощадь продать. Но о цене тоже договориться не получается. В итоге дому грозит принудительный снос. И тогда все хозяева не только потеряют своё имущество, но ещё должны будут оплатить счёт за снос дома. А пока они платят повышенный налог на собственность и штрафы. Как и владельцы этого образца югенстиля — дома в самом центре Риги на улице Мариес. Уже 20 лет можно наблюдать, как он всё больше приходит в упадок. Приглашённый ЛТВ-7 геодезист Максим Поломошнов подтвердил мрачные прогнозы — стены здания отклонились. У нас получается по измерениям, что на уровне между третьим и четвёртым этажом стена выгибается наружу по улице Мариес на 6 сантиметров и по улице Элизабетес на 8 сантиметров. У дома на Мариес два владельца. Они уже платят повышенный налог на недвижимость. Для их дома он составляет 17 тысяч евро в год. Сейчас проходит техническое обследование здания. Окончательные результаты будут к концу февраля. Осенью в Рижскую строю праву хозяева представили проект его частичной реновации. Она предполагает установку временной крыши и окон, восстановление фасада. Вот только, возможно, вместо этого дом придётся снести. И столица потеряет ещё одну жемчужину югенстиля. Если будут все индикации на то, что это здание находится на самом деле в состоянии близком к аварийному, то мы будем говорить о том, что необходим снос этого здания. Да, это памятник архитектуры. Но если владельцы не делают ничего, чтобы его привести в порядок, тогда нам нужно действовать радикально. А это и вовсе Министерство экономики, ведомство, которое отвечает за строительство. Даже это здание в плохом состоянии. Это видно по сеткам, которые удерживают обвалившиеся детали. Хотя уже с сентября прошлого года в Риге действует запрет на их использование. Бывает, что сетка даже начинает портить то, за что она укреплена и падает вместе с тем. У нас был такой случай на улице Алберта, где сетка была укреплена за стойкой балкона и упала вместе с этой стойкой. В Риге около 30 развалин. Для многих был разработан проект реконструкции, но зачастую владельцы не могут между собой договориться или просто бездействуют. В апреле Сейму будут предложены поправки к закону, призванные повысить ответственность так называемых миллионеров трущоб за их собственность. Над ними сейчас работают независимые эксперты. Пока же столицы рискуют потерять еще несколько шедевров архитектуры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова